Влог развивать, и уже вот пошёл шестой год, как я веду в Инстаграме свою деятельность. Наверное, после, наверное, тысяч, десяти тысяч подписчиков я бросила работу юристом, потому что зарплата в 13 тысяч рублей меня полностью не устраивала. Артём на тот момент учился в ординатуре, муж у меня детский хирург, он тоже долгое время работал, и для него было очень сложным решением уйти с работы, потому что он тоже зарабатывал какие-то совершенно копейки, что не хватало там ни на ресторан, ну на ресторан, грубо говоря, и на что-то ещё хватало, а так, чтобы купить себе квартиру или ещё что-то, было очень сложно. Вот, сейчас немножко поясню по поводу конкурса, потому что много вопросов, я вижу тут промежуточных, когда, кто, что. Подскажу вам сегодня, разыгрывает Серёжа Кутовой 100 тысяч рублей. Кстати, я вчера увидела, ну не увидела, мне точнее передали, что был небольшой высер одной блогерши в своём прямом эфире в нашу сторону, особенно в мою, почему-то в Лизину, в Серёжину, о том, что у Серёжи на фотографии были то ли там, ну, типа, поделаны деньги, либо ещё что-то ненастоящее. Я могу сказать, что, наверное, процентов 30 из нас фотографировались не с настоящими деньгами, ну, просто с купленными, для того, чтобы их положить в чемодан и сделать фотографию. Просто представьте, человек пришёл на фотосессию с, ну, чтобы такой достаточно плотный чемодан получился, с миллионом настоящих рублей, ему по башке дали, не знаю, там, рядом со студией на электрозаводе, либо ещё что-то, и просто убили человека за счёт того, что он просто хотел сделать фотку. Вот, честно говорю, я пришла с настоящими деньгами в моём чемодане, мне пришлось снимать деньги, потом их обратно класть, вот, поэтому это было геморройно, если честно. Вот, но никто-то сфоткался с обычными деньгами, но вы должны понимать, что наличкой, ну, никто никому ничего переводить не будет. Максимум, если вы из Москвы, мы можем с вами встретиться, если вам нужна наличка, мы её вам передадим, но вообще перевод будет на карту, среди тех, кто выиграет. Вот, поэтому это был очень странный какой-то выпад, типа, посмотрите. Ну, мне так передали в таком примерном ключе, посмотрите, у него деньги были ненастоящие. Ну, в смысле, это же фотка, вот. И ещё. Кто ей запудрил мозги или вообще, ну, вообще, человек просто прокомментировал так. Ну, примерно, я не подписана на неё, у неё закрыт аккаунт, не смотрела эфир, но передали мне так, общие подписчики, что, типа, мы не разыгрывали деньги, мы... У нас есть какой-то чат, где подставные люди сидят. Ну, в общем, ребят, поверьте, с моими почти четырьмя миллионами мне очень дорога моя аудитория, и поверьте, сто тысяч рублей — это не такие деньги, чтобы терять ваше доверие, потому что я провожу, ну, с периодичностью, там, раз в два-три месяца свои собственные розыгрыши, именные гивы, и все подарки, досконально все отправляются нашим подписчикам. Поэтому всё бесплатно, всё для вас. Мы считаем, что это лишняя мотивация для того, чтобы познакомиться вот так с новой аудиторией, потому что кто-то ко мне пришёл сейчас из Казахстана. У нас ребята и Ера, и Елти, и, в общем, и Мама Сита, Алья. Поэтому многие ребята на меня подписали сейчас совершенно новые, и поверьте, мне ваше доверие намного важнее, чем всё, что говорят другие. Вот, так что вы не верьте, это просто человек хочет, наверное, выехать за свой... за наш счёт. Так, ладно, буду смотреть, что у вас там за комментарии. Так, сейчас читаю-читаю ваши вопросы. Так, какое агентство... какая-то ерунда. Откуда ты берёшь энергию? Не знаю, хороший вопрос. Вопрос, откуда ты берёшь энергию на всё, что ты делаешь? Честно говоря, иногда мне хочется так сделать. Я ничего не хочу, отстаньте от меня, вы вообще кто? Вот, ну, такое бывает редко, но метко. Вот, и сейчас у меня такая классная перезагрузка получается за счёт того, что было очень много выходных, я очень много времени провела с семьёй, потому что декабрь был просто выстрелить себе в висок, очень много было проектов, съёмок и всего остального. Хотя, на самом деле, январь-февраль тоже будет такой же в какой-то мере. Но потом мы летим отдыхать, и это очень, конечно, меня мотивирует, потому что мы очень давно не отдыхали, и очень хочется уже просто съездить куда-нибудь втроём, к песочку, к морю и тому подобное. Вот, сейчас посмотрю, что там ещё. Так, как совмещать? Какое у вас сейчас накручивало? Накручивала ли я когда-то подписчику хотя бы одну штуку? Ну, во-первых, подписчики — это не штуки, а люди. Ну, хотя, если накручивают, то, наверное, это штуки, потому что там боты обычно накручиваются. Нет, я никогда не накручивала себе подписчиков. Единственное, я участвую, как и вы, в гивэвэях, ну, соответственно, только оплачиваю своё спонсорство там, и люди, соответственно, на меня подписываются. Но вы же не считаете себя ботами, или вы же не считаете себя штуками. Вы такие же обычные люди, которые просто хотят испытать свою судьбу. Ну, таким образом мы знакомим себя и приобретаем для себя новых подписчиков. Спрашивайте у меня про губы. Кто на меня недавно подписался? На самом деле, даже никто почти не знал, что я когда-либо подкалывала губы, потому что у меня было, ну, 0,5 препарата. Знаете, многие колят три, типа там себе два. У меня была чуть-чуть подразвернутая верхняя губа, так как у меня я от природы, видите, а когда я ловаюсь, я нет. Вот, она была чуть-чуть побольше, чем сейчас, ну, буквально там на микрограмм. Вот, и за счёт того, что я... Одна губа остановилась выше, ниже. Ну, короче, как-то не очень хорошо сделали, и мы решили вывести полностью препараты. Недавно я в сторис показывала, какая экзекуция меня ждала, и мне даже остался синяк. Вкалывают такой препарат для того, чтобы растворить гиалуроновую кислоту, которая была до этого в губах. Это очень больно, такое чувство, что тебе... Ну, то есть тебе вводят укол без анестезии в губы. Ну, представьте, укол, прокол. Ну, это ещё терпимо. Потом мне косметолог говорит, препарат, Алина, и начинает вводить препарат. И примерно секунд, наверное, 7 вы чувствуете, как будто вам утюг положили на губы, и вы должны терпеть эту боль. Это больнее, чем схватка, честно. Вот, поэтому губы сейчас у меня полностью естественные. Если планирую делать, то планирую, опять же, добавить совершенно чуть-чуть, но уже у хорошего косметолога, так, чтобы я ему точно доверилась, и было бы всё хорошо. Так, потом... Почему-то вопросы все, не все прогружаются. Вот, видимо, как я вышла в эфир, так они больше не прогружаются. Сейчас посмотрю, что здесь ещё. Хороший вопрос. Как стать такой же успешной, чтобы зарабатывать на жизнь? Вот, смотрите, приведу вам коротенький пример. У меня когда-то была программа, ну, как стать блогером. Сейчас у нас есть программа о том, как стать помощником, ну, как, ну, в общем, в принципе, продвигаться в Инстаграме и продвигать себя, либо своих клиентов, либо становиться администраторами, самимщиками, менеджерами, блогерами и тому подобное. И, в принципе, мы там всю подноготную копаем, как кем стать. Ну, вот, суть такая, что люди, проходящие программу, такие, типа, через месяц приходят, ну, некоторые индивидуумы говорят, блин, а у меня не 4 миллиона, а что не так? Вот, что я деньги заплатила такая, типа? Вот, люди не понимают, что я с 2014 года веду блог и вложила в него огромное количество денег. И честно вам признаюсь, ну, сейчас либо ты 5 лет ведешь, ну, один и тот же блог, об одном и том же ничего не меняя, показывая только жопу, сиськи там, и свои отношения, ну, и, по сути дела, как бы не растешь, да? Ну, то есть ничего не открываешь, не те же заработанные деньги от рекламы никуда не вкладываешь, для того, чтобы, как бы, через 5 лет у тебя уже что-то было. Вот, ну, суть блогерства, да? Ты же не просто блогер такой, типа, тебе по кайфу ты ведешь. По сути дела, блогерство – это та же работа, где ты хорошо можешь зарабатывать деньги, как от рекламных контактов, контрактов, так и, там, от своих собственных бизнесов и от личного бренда, который ты продвигаешь непосредственно в соцсетях. Вот, поэтому я достаточно долго к этому шла и просто сначала вела, как обычно, блог, и просто делилась, там, своей беременностью, там, своими родами, кормлением грудью. Потом уже, там, появились какие-то более дорогие контракты. Ну, я могу сказать, что я хорошо начала зарабатывать в блоге только года через 2-3. И вот, поэтому вот так вот щелкнуть и стать крутым блогером – это либо нужно дохерищи бабок, вот прям очень много, хотя и мы сейчас очень много вкладываем. Даже сейчас мы просто взяли, там, сложились по 100 тысяч для того, чтобы к нам пришли новые подписчики. Вы же сами понимаете, что мы, конечно, добрые, классные, но вы же понимаете, что мы это делаем для того, чтобы, ну, вас познакомить с нами, грубо говоря, чтобы вы на нас подписались, посмотрели, почитали, посмотрели наши сторис, там, посты. Кто-то по-любому отпишется, кому-то, там, я противна, например, но это нормально. Ни один человек не может нравиться всем, и это совершенно нормально – воспринимать какую-то критику с другой стороны. Вот, поэтому, ну, кто-то останется, кто-то будет также продолжать смотреть мои сторис, комментировать мои посты и директ. Вот, поэтому это безумно ценно. Кем работает Артем? Кстати, хороший вопрос. Давайте я расскажу про своего мужа. Кстати, там было очень много вопросов, как мы познакомились. Сейчас я отлистаю, найду. Вот, и начну с того, что мы познакомились, когда нам было, ну, где-то по 19 лет. Мы вместе уже почти 10 в этом году отпразднуем. Тимуру нашему скоро будет 3 года в марте. Мы встречались примерно, наверное, 5 лет, и только после этого поженились. Вот, и Артем отучился 8 лет, потом еще ординатуру почти 10 лет. Он учился на врача, он был детским хирургом. Вот, потом он просто, ну, ушел с работы, соответственно, за счет того, что тоже как бы начал продвигаться в блогерстве. У него тоже почти 2 миллиона подписчиков. Вот, и сейчас он занимается полностью нашим проектом по кофе. У нас собственный бренд кофе. Вот, у него, ну, короче, он занимается кофе. У нас, получается, собственный проект. Кофейная история, кофейный магазин. Вот сейчас еще, ну, типа франшиз продаем, кофейные стойки. И вот этим всем делом он занимается. То есть, как бы, я понимаю, что работа врача, это, конечно, ну, он и в военно-медицинской академии в Питере учился. И потом в Воронеже доучивался. Ну, кстати, в армии был. Вот. И очень много времени потратил и средств, в принципе, на обучение. Но, к сожалению, не сложилось, потому что работать... Когда он видит, что я, например, зарабатываю много, а он зарабатывает, там, 40 тысяч рублей. Для сравнения, он же должен быть кормильцем семьи. Он как бы понял, что есть возможность развивать свой собственный бизнес, и поэтому ушел в бизнес. Я считаю, что это было правильное решение, потому что он нашел себя, а не загонял себя в тупик и сутками не ночевал дома на дежурствах. Вот. И мы познакомились с мужем. Он работал официантом. Я работала в клубе, танцевала. Вот. Это было нам лет по 18, по 19. 19, наверное. Вот. И, собственно говоря, у нас общие знакомые, шуры-муры, там, туда-сюда. Вот. Первый наш поцелуй случился в багажнике машины. В тот момент, когда наш пьяный друг под бутылкой шампанского или уже двумя сел за руль и решил на моей машине нас покатать по райончику. Но, благо, было темно, никого не было, и он нас провез там не больше километра. Но за этот километр мы успели с Артемом сидя в багажнике поцеловаться первый раз. Вот. И это было очень романтично. Я до сих пор это помню, до сих пор помню этот момент. Хотя я тоже была под шампанским. Вот. Ну и, собственно говоря, с этого момента у нас завертелись с Артемом отношения. Через месяца полтора-два мы поехали вместе с ним в Сочи. Там у нас было буйство кроликов. Ну, представляете, да, себе первый этап отношений, что делают два влюбленных. Вот. Море, загар. Что-то ничего серьезного. Вот. И, короче, было классно. И вот вместе мы уже сколько времени? Много. Почти 10 лет. Так. Сейчас еще что-нибудь посмотрю. Куда поедете отдыхать? Ребят, поедем отдыхать. Пока секрет. Ну, какой-нибудь интерактивчик устроить, кто угадает. Вот. Что-нибудь там, какой-нибудь бонус будет прикольный. Я часто кофе свое отправляю девчонкам попробовать. Потому что у нас... Ну, я нигде не видела в продаже такого кофе, как у нас. У нас огромное количество именно с ароматическими добавками такой кофе для девчонок. И с клубник со сливками, и с халвой, и с фисташкой. И, в общем, все девчонки в восторге. Некоторые даже пишут, мои менеджеры. Алин, я попробовала твой кофе, и я не ожидала, что он такой вкусный. Я тебе пишу, ты что, думала, что мы говно какое-то делаем? Вот. Потому что все кайфуют. Реально, очень классный кофе. Вот. Клевый занавес с фотками, да. Смотрите, это я делала на Новый год. Вешала вот так гирлянду. И на нее крепила вот такие фотографии, знаете, в Инстагс. Распечатывала, и на скрепочку вот так прилепляла. Вот. И у нас, видите, в нашей спальне вот так вся стена в таких огонечках. Скажите, когда вы будете разбирать елку там и все остальное, потому что она все еще стоит? И в прошлом году у нас все это стояло до марта. Как бы это глупо не звучало. Вот. Поэтому я надеюсь, что мы в этот раз приедем в начале февраля, а после отпуска все это разберем. Вот. И кровать покажи. Ну вот, обычная кровать. Причем разобранная. Мы сегодня с Тимуром здесь спали. Сейчас почитать, что вы там еще пишите. Так. Как делаешь жгульку на голове? Сейчас я буду вас держать на голове. Колботки. Покажу. Смотри. Вот волосы. Резинка вот так на руке, видите? Смотрите. У меня просто достаточно легкие волосы. Он такой, знаете, пористый. Я никогда не красила. И он такой легенький, как у ребеночка. Вот. Накидываю вот сюда. Просто если у вас тяжелый черный волос, он у вас будет такой висеть кулемый. То есть идеально вот такая штука получается, когда много лака на голове, либо сухой шампунь. Ну, в общем, когда они такие чуть суховатые, что ли. Вот. Тогда получается идеальная гулька. Вот так, видите, натянула. И теперь вот этот вот так подтягиваю вот сюда волосы. А вот это, вот это все назад заворачиваю. Вот. Примерно так выглядит моя гулька. Так. Так. Что у вас тут у меня с вчера? У меня сестра по внешности очень похожа на вас. Прикольно. Артем, ты скучаешь по району-треугольнику? Пишут, спрашивают. Простите, что я затупила и замолчала. Я просто листаю ваши ответы и вопросы. Я рано зашла в эфир. Не успели прогрузиться все вопросы, которые вы писали. В сторис. Сколько лет в браке я уже ответила. Так. Каждый день краситесь? Ну, как бы нет. Я их сейчас не напрашена. Я не крашусь. Ну, так как у меня очень много съемок, приходится краситься так. Я на самом деле не любитель косметики. Мой стандартный макияж, это если у меня уже обесцветились брови, это подкрасить чуть-чуть брови. Потому что я светлая по природе. И брови, соответственно, тоже светлые. Плюс у меня нарощенные ресницы. Это тоже очень удобно, что не крашу я глаза. Вот. И мой основной макияж, это пудра либо чуть-чуть тональника и скульптор на скулы. Ну, это вот такой мой макияж. А так, чтобы я там стрелки рисовала, либо делала какой-то макияж на глаза. Это только вот после того, как я прошла курс по макияжу для себя, я уже так, знаете, экспериментирую. Потому что просто прикольно. Мне нравится порисовать себе что-нибудь на лице. А так, нет, я, в принципе, не крашусь и редко крашусь, в принципе. Так, что у нас тут еще за вопросы были? Во сколько лет я вышла замуж? Мне, получается, было сколько? 24? Что я запуталась в 2015 году. Я ушла замуж. Мне сейчас 29 исполнено, с господи, старуха. Ну, не старуха, конечно, но, блин, я себя ощущаю где-то на 24. Почему такой ник? Зайдите ко мне сейчас в сториз. Я вчера ставила там хэштег «Почему ботанна» для новеньких. И там есть несколько постов, посвященных этой теме «Почему я ботанна». И как такое вообще произошло. Вот. Сколько вложили в Инстаграм? Ну, ребят, честно говоря, денег вкладывается в Инстаграм очень много. Особенно, чем ты крупнее блогер, тем больше ты денег вкладываешь для того, чтобы не останавливаться на достигнутом. Раньше блогеров было очень мало. То есть, если у тебя было 100-150 тысяч подписчиков, ты считался очень крупным блогером. Там у той же Оли в тот момент, там, может быть, Бузовый был миллион, там, я не знаю, максимум. Вот. И, в принципе, было очень мало блогеров и было проще развиваться, потому что у тебя рост происходил таким образом. Ну, ты там с кем-нибудь, например, делал взаимную рекламу. Либо у тебя очень много фотографий выходили в топ, и, в принципе, люди самопроизвольно подписывались. Сейчас просто очень много блогеров. И вырваться вперед достаточно сложно. Поэтому, конечно, мы прибегаем вот к таким способам, как розыгрыш денег, либо еще чего-то, чтобы люди, ну, изначально как бы велись именно на то, что будут дарить деньги. А потом часть из них, конечно же, с нами остается. Вот. Потому что просто так сидеть, ничего не делать, ну, блог не будет развиваться. Он будет оставаться с теми же людьми, да, будут классные люди, которым ты будешь нравиться. И то, возможно, через какое-то время, ну, человек надоедает даже, когда ты захлеб смотришь кого-то. У меня такое часто было, я прям вообще, мне так интересно, я каждый день ищу прям. И мне прям интересно посмотреть. И через какое-то время я понимаю, что я перегорела. И уже просто неинтересно, как с отношением, в отношениях с мужчиной такой часто. Вот. Поэтому это совершенно нормально, если люди от тебя отписываются, приписываются новые и тому подобное. Вот. Задавайте вопрос. Я сейчас почитаю не из тех, которые были в окошке, потому что почему-то я думала, что они будут загружаться. Вот вы сейчас, например, заходите, пишите, они загружаются. А вот они как были там, 150 вопросов этих, они там все какие-то однотипные, только они и остались. Поэтому пишите сюда. Вот девочка пишет. Привет, я из Казахстана. Очень рада, что подписана на вашу семью. Вы очень классная. Спасибо вам большое. Мне очень приятно. Кстати. Кстати, я еще не рассказывала, но ладно, расскажу вам в эфире. Помните, я писала в 2009... Ну, мои достижения 2019 года о том, что я прошла кастинг ведущей на один из федеральных каналов. В общем, я прошла, а не только кастинг. Вот, и скоро увидите меня на телеке. Я об этом попозже напишу и расскажу тоже. И, кстати, скоро выйдет новая песенка. Называется «Ты мой, я твоя». Мы сделали две версии. Одна быстрая, такая немножко клубная. Вот. А вторая версия такая чуть-чуть более ласковая, я так называю. И мне важно, чтобы вы послушали две версии и сказали, какая вам больше нравится. И еще я хочу устроить конкурс коверов. Если вы поете и хотите себя показать, обязательно, когда я запущу этот конкурс, включайтесь, выкладывайте свои коверочки, коротенькие, длинные, записывайте сторис, выкладывайте в ленту. Вот. Буду вас чем-нибудь одаривать. Приятным за то, что вы такие у меня классные. Вот. Как, сынок, после болезни? Спасибо большое, что интересуетесь. Все хорошо. Все хорошо. И я больше всего надеюсь, что он больше ничем не заболеет, а так скрестя пальчики, потому что у нас несколько человек в группе заболели ветрянкой. Еще перед Новым годом, получается, инфицировались, ушли из сада, и у них после Нового года обнаружилась ветрянка. Но у нас вроде как, судя по инкубационному периоду, типа все прошло мимо нас. И я надеюсь, что он не заболеет, не дай бог, в отпуске, потому что, представляете, мы прилетаем, и ветрянка это появится. По поводу, сколько стоит франшиза нашего кофе. Если я не ошибаюсь, около 30... Артем, сколько франшиз стоит кофе? Но это не франшиза, это предоставление стойки. Артем! Короче, около 30 тысяч рублей, но в это входит именно сама стойка в аренду, которую вы берете, ставите, и с вас, по сути дела, только покупка кофе ежемесячная. То есть, чтобы вы выполняли объемы, которые вы заказываете, или иначе мы просто забираем стойку, если вы такие себе ее дома поставили, она у вас стоит. Вы можете зайти на наш инстаграм кофе-стори, и там все почитать. У вас есть музыкальное образование? Ребят, у меня нет музыкального образования. Я вообще не... Ну, как бы... Как это объяснить? Я считаю, что это необязательно. То есть, если у тебя есть слух, у тебя есть данные, и у тебя нет курса, и, не знаю, там, сольфеджи или еще чего-то, ты можешь выражать свои эмоции, свои чувства через музыку, через пение. Всему можно научиться и раскрыть свои таланты. Та же Зивер сейчас просто на первых строчках iTunes и всего остального, все ее знают, все ее слушают, обожают Beverly Hills, я не знаю, там, Life или еще что-то, улетает в небо шарик, песню. Но, если я не ошибаюсь, у меня тоже нет музыкального образования. То есть, конечно, мы не будем там равнять мой голос с, там, голосом Гагарина или каких-нибудь еще сверхкрутых певцов, у которых там огромный растянутый диапазон пения. Но можно петь стильно и интересно в своем стиле, как бы это автологии не было. Вот, и это будет вызывать эмоции у других людей. Я считаю, что это круто. Если тебе хочется петь, пой. Если тебе хочется выступать, выступай. Я вот сейчас еще хожу, знаете, на что я еще пока не рассказывала своим подписчикам, это где-то в сторис или еще что-то. Я хожу на пробы, я хочу сняться в кино. Вот, я просто хочу сняться в кино, и все. Я хожу на пробы и на кастинги ведущей, потому что я хочу, я хочу, я делаю. То есть, если ты хочешь, ты идешь и делаешь. То есть, не нужно сидеть на жопе ровно, если ты что-то хочешь. Я вообще захотела петь, я пошла, записала свою песню, вторую, третью, четвертую, пятую. Вот, и я их выпускаю. Мне это нравится, моим подписчикам тоже. Кому-то нет, окей. Ну, как бы, что в этом такого? Не может все нравиться всем. Спасибо большое. Вот, это хорошее. Ты с самого начала своего блога такая открытая и нестеснительная. Я с самого начала своего блога такая открытая и нестеснительная. Я, в принципе, всегда... Ну, нет, как нестеснительно. Я первое вообще некоторое время не выкладывала свое лицо, не показывала. Я вообще думаю, что мои друзья, когда увидят, что я веду ЗОЖ-дневник и выкладываю рецепты каши овсяной с пониженным содержанием калорий, засмеют меня и скажут, что что, дура? Ну, в принципе, так и было. У меня блог назывался тогда не ботан, а назывался Ботфуд. Вот, и меня подружки называли, когда потом уже узнали, что у меня есть блог, и вот так жаль, на Ботфуд, Ботфуд, там, знаешь, там, в таком формате. Вот, поэтому это тоже такое, знаете, стоит к этому тоже прийти. И первое время, когда выпустили, например, сториз, ну, ни у кого... Когда только вышли сториз, знаете, вот эти прямые эфиры и все остальное, ты же до этого всегда, например, снимал, ну, там, видео или фотку, ты мог как себя угодно обработать, а тут тебе нужно выйти, там, таким, каким ты есть. Естественно, первое время мы такие с опаской с блогерами все это снимали, что-то показывали, такие какие-то фотки, может быть, постили, что-то снимали не на фронтальную камеру, а на обычную, да? Вот, ну, все приходит с опытом, поверьте мне, и всему можно привыкнуть, и самое главное — быть собой, и люди к вам потянутся, если, конечно, вы не маньяк, федофил. Не знаю, почему я решила это сказать. Вот, кто сюда зашел для того, чтобы увидеть розыгрыш 100 тысяч рублей, ребят, сегодня разыгрываю не я, я разыгрываю, по-моему, по списку где-то там в конце, вот, сегодня разыгрывает Сережа, и я надеюсь, все получится, потому что мы планируем, если вы победите, мы обязательно вам позвоним, мы обязательно с вами свяжемся, поболтаем, потому что мы хотим услышать ваши натуральные эмоции, так что не переживайте, если вам поступит звонок от кого-то из нас, это очень прикольно. Вот, у меня есть близкая подруга, у меня нет близких подруг таких, чтобы прям... Что ты делаешь? Что, не знаешь, что ли? Моя лучшая близкая... Интернет плохо работает, Артем не может в стрелялки играть на телефоне. Короче, у меня нет близких подруг, самая моя близкая подруга – это Артем. Ну, как бы еще есть у меня вот девчонки, с которыми мы очень круто общаемся в Инстаграме, это Лерчик, но мы давно уже не виделись, надо возобновлять скорее общение, потому что очень сильно заработались. Вот, а так, по сути дела, вот таких, что... У меня есть подруги, да, вот какие-то, ну, такие хорошие подруги, давнишние, старенькие, не блогеры. Есть и блогеры, друзья. Ну, вот таких, что... Я считаю, что, мне кажется, близкие подруги – это такое понятие очень субъективное, и оно больше, наверное, когда тебе лет 16, 17, 18, а потом начинается какая-то дележка. Ну, Лера, как же Лера? Ну, Лера. Ну, я сказала, что Лера мы очень хорошо общаемся, конечно. Мы вместе путешествуем, с семьей путешествуем. Когда ответы? Ответы я уже, кстати, листаю, ребят, но они почему-то не все у меня прогружаются. Вот, типа, их много пишут, а они вот... Нет, они... Как ощущения после трансформации губ? Как ощущения после трансформации губ? Ребят, ну, они у меня трансформировались в мои ниточки. Мне нравится, как я выгляжу, когда я говорю. У меня какой-то грустный лицо. Такое. Зажатое губо. На самом деле, она не такая губа шлепка, когда вкалывается. Вы посмотрите мои сохраненные сторисы. Да, чуть-чуть там все сделано. Да, вы посмотрите мои сохраненные сторисы. Она просто хочет губы, как у меня. Такие хорошие. Пришел. Да я какую-то веселую. Вот, поэтому не хватает объема. Не трогай микрофон. Вы микрофон закрыли, блин. Простите, пожалуйста. Час пишут или плохое? Мне не пишут. Про кого, прошались-то? Нет, прошались. Да я начало эфира говорила. Какая нехорошая. Вы хотели мальчику или девочку? Как стать блогером? Я уже отвечала повыше в эфире. Мы сейчас живем в Москве. Квартиру мы снимаем. Блин, какое-то качество говнистое вообще просто. На самом деле, у нас есть купленная квартира в Москве. Но она строится. И, скорее всего, мы в ней не будем жить, потому что в ней мало квадратов. Вот, поэтому мы сейчас, если, скорее всего, будем брать квартиру, то частично мы будем, конечно же, брать в ипотеку. Вот. И сейчас риелтор, который подыскивал нам эту квартиру в аренду, ищет нам квартиру. Подержи, пожалуйста, я постоправлю. Расскажи, ищет нам квартиру для покупки? Да, ищет квартиру для покупки. Ну, сразу мы не сможем оплатить, поэтому будем часть брать в ипотеку. А так мы покупали квартиру еще в том году. Нет, почему? Мы в том году купили квартиру, но мы в Далевое строительство покупали, а в ней 55 квадратов. Вот она находится... Построится, короче, она в конце этого года только. Ну, там, если кто-то будет жить, то, может, родители в гости будут приезжать. Либо сдавать будем, либо продадим ее. Держи, ты мне уже рука встала. Так, сейчас почитаем что-то еще с вопросом. Ваш любимый фильм? Как губы поживают? Тяжело ли быть блогером? В Москве или Воронеже? Где нам лучше живется? В Москве или Воронеже? Ребят, смотрите, на самом деле мы не москвичи, мы сами из Воронежа. Три месяца назад только переехали. Три месяца назад переехали в Москву и, честно говоря, долго решались на это, потому что очень долго, много времени провели в отелях здесь, приезжали сюда по делам, оставляли Тимура с бабушками. С августа мы каждую неделю ездили сюда по несколько дней, поэтому мы пришли к такому выводу, что лучше здесь жить. Дорого, конечно. Да, дорого, но... Вот, но зато есть возможность больше развиваться. Вот, спасибо большое. Так, сейчас еще ответики почитаю. Вы за риск или стабильность? Я за риск, Артем за стабильность. Я за стабильность. Я всегда говорю, что... Ну, я придерживаюсь твоего мнения, что лучше инвестиция — это в себя. А Артем всегда хочет, что скоро деньги закончатся инвестировать в себя. А я говорю, что если мы инвестируем, то мы инвестируем деньги под 100% сохраненный капитал. Ну да. Это если в банки инвестируют. Артем, при чем это инвестиции? Он говорит, на риск или за стабильность? Ну, я ей рассказываю, что инвестируют со 100% сохраненный капитал. Звука нет, ребят, вроде есть. Я иногда, может быть, закрываю звук рукой. Давай, следующий. Следующий вопрос. Смогла бы ты исполнить мечту... Давай вот на это ответить. Смогла ли я бы исполнить мечту незнакомой девочки? Смотрите, расскажу свой опыт. Летом я проводила серию постов. Примерно раз в две недели публиковала пост, где девочки, мои подписчики, мальчики писали свои желания. В комментариях. В комментариях, да. Да, и я просила и призывала своих подписчиков голосовать за мечту, которая, на их взгляд, вызывает для них больше, там, умиления, или какую мечту они хотят исполнить. И мы вместе с вами исполняли мечту. Кто на меня недавно подписан, тот и рассказывал. Например, одна из мечт была. Мы закрыли бабушке кредит. То есть это даже не моя подписчица. Просто девочка написала, что ее бабушке случилась беда, там, она живет в плохом доме, там, даже на дрова не хватает, у нее кредит, дедушка умер, там, ну, все, в общем, в таком духе. Вот, если я не ошибаюсь. Сами подписчики голосовали, ставили лайки на ее комментарии. Да, и потом мы выбирали, например, из пяти комментариев то желание, которое мы будем исполнять. И вот я переводила ей деньги, ну, какую-то большую часть, и остальные деньги, там, по 100, по 50 рублей переводили подписчики. Представляете, мы вот так исполняли мечты бабушки. Потом мы, следующее, я помню, желание было такое, что мы отправляли девочку с мамой после ожогов на реабилитацию в санаторий. Девочка с ожогами, маленькая, 50% тела было в ожоге, ей нужна была реабилитация, и вот мы тоже отправляли их в санаторий. Вот, поэтому смогла бы ли я исполнить мечту? Конечно, смогла. Еще у меня был летом выпуск на моем YouTube-канале есть, и, по-моему, я его загружала к себе в IGTV, когда ко мне приезжал подписчица в гости. Вот, посмотрите его, пожалуйста, она даже оставалась у меня с ночевкой. Мы прыгали с ней, летали в аэротурбе, ходили с ней в ресторан. Я сходила с ней на шопинг, купила ей новую одежду. У нас с ней была автосессия на крыше, шарики, вино, шампанское. И все это было для моей подписчицы, которая давно-давно на меня подписана. И просто я решила вот так выбрать и порадовать ее. Она приехала ко мне в гости, я полностью оплатила ей переезд и тому подобное. Вот так прикольно было. Вот, поэтому мы тоже исполнили ее мечту и поборолись страх высоты. Так, любимая страна для отдыха? Сейчас Артем ответит. Амстердам. Нет, страна Нидерланды. Не знаю, что там у него есть страна. Что за воспоминания у него остались после? Кто был с нами подписан, когда мы были в Амстердаме? Нас даже сториз было мало, да, Артем? Потому что ему очень понравилось. У меня были сторизы, я не знаю, почему у вас нет. Да нет, у нас тоже были сторизы. Таиланд, что что, на самом деле нам нравится азиатская страна. Бали, Таиланд очень нравится. Так, мои хорошие, сейчас я еще почитаю. Где можно увидеть фото с нашей свадьбы? Откройте, пожалуйста, хэштег семья Левда, по-моему, так называется. Семья Левда или Ботановна свадьба. Можно так еще поискать. Под какими-то такими хэштегами я публиковала. Тогда еще мы не были блогерами. Тогда мы еще не были блогерами. Наша свадьба... Нет, погоди, Эль, ты начинал. Нет, у меня уже был влог. А, да, у Аленки было уже 50 тысяч. Вот, на свою свадьбу мы потратили где-то 100 тысяч рублей вместе с платьем, костюмом. Сами заработали. Тот момент, когда сам свою свадьбу оплатил. Да, тот момент, когда тебе сам свадьбу оплатил. Просто так получилось, что у Никиты с Викой раньше свадьбы случилось, и мы понимали, что мы не можем напрягать родителей двумя свадьбами. Мы просто отметили такую небольшую свадьбу и улетели отдыхать. И, кстати, там фотографии получились просто бомбически. Такое че, что мое платье миллион рублей стоит. На самом деле оно было с Алиэкспресса для фотосессии и стоило 8 тысяч рублей. Типа того. Вот, представляете? Так, сейчас еще расскажу вам что-нибудь. Что самое главное в семье, Артем? Вкусные ногти. Доверие друг друга. Доверие и любовь друг другу. А еще что? Секс. Так что все, до свидания. Хорошо, хорошо, хорошо. Вот, что главное в семье. Мне кажется, доверие, конечно, да, это самое главное. И взаимная поддержка. Да? Да. И когда муж ухаживает за женой. Ну, как я всегда. Так, привет из Крыма, приезжай на Алтай. Прикольно. Короче, у нас есть такая идейка, я вам потом расскажу. Когда трейлер купим? Да. Господи, как тяжело. Вот так. Прикольно так на вопросы отвечать. Прикольно? Как будто интервью, да. Посмотрела. А можешь принести этот? Такой-нибудь щелоку, чтобы поставить. И стой так. У меня одна группа устали. Когда будете встречи в Москве с подписчиками? Ну, сделаем, да, как-нибудь? Да, как-то дело поменьше будет. Второго ребенка, ребеночка. Мы хотели второго ребенка еще с прошлого года. Такие, типа, планировали, планировали. Потом началось. Блин, ну, сейчас вот это, а вот это, а вот это. Потом мы дождались. Да не планировали мы ничего в том году, ну, просто. Ну, мы хотели ребенка. Ну, в смысле, не так, что прямо его делали. На самом деле, я всегда хотел, чтобы у наших, ну, у детей была небольшая разница. Но я понимаю то, что разница будет уже лет пять. Короче, к нам приехал недавно Вик с Никитой. Я такая, ой, хочу ляли там. Артем такой, что? Я не особо хочу. Ну, посмотрим. Что ты говоришь? Короче, он увидел, что это тяжело, что нужно не спать. И что у него брат вообще у него молодец. Он прям с рук не снимает. У Тиму-то няни нету сейчас. Ну, и никогда не было. У него бабушки были. Вот, но в данный момент он ходит в садик. Ну, да, мы успеваем вроде справляться с делами. Вот, и планируем второго ребенка. Вместе мы девять лет. Ладно, общайся, пошел. В следующем году. Я надеюсь, что планируем. В сентябре. В этом году. Ну, в этом году, получается, да. Результаты конкурса во сколько? Спросите у Сережи. Сегодня Сережа у нас разыгрывает. Где редактирую фотографии. Буквально недавно посвящала этому пост. Писала приложения, которыми пользуюсь. И самые такие фавориты, где удобно и круто обрабатывать фотографии. Вот. Так. Что еще? Кстати, еще хотела поговорить с вами сразу заранее. Ребят, смотрите. Вас сейчас в конкурсе участвует очень большое количество людей. Спасибо вам большое. Нам безумно это ценно. Но выиграет, по сути дела, всего 8 человек. То есть, даже если вы не выиграете, не расстраивайтесь, пожалуйста. Вы ничего не проиграли, честно. Вы просто не выиграли. То есть, ну как бы, это все, ну блин, это просто долька везения. Кому-то взяло, ну вот так вот взяло и повезло. Вот. Просто по радости за других людей. И вам это вернется, сторится еще несколько раз больше добра. Самое главное, чтобы вы не расстраивались. Я вас очень прошу, заранее особенно не настраивались на то, что вы можете проиграть. Вы можете просто ждать. И ни с того, ни всего. Просто за то, что вы поставили 8 лайков, взять и выиграть, да. Это, ну, мне кажется, что это прямо очень круто. И мы стараемся делать чаще такие розыгрыши. Для того, чтобы каким-то образом поделиться заработанным с вами в том числе. Сколько мне лет? Мне 29. Исполнилось в декабре. На кого больше похож Тимур? Тимур, мне кажется, что больше похож на папу. От меня он взял, конечно, ну, может быть, какую-то часть, отчасти форму глаз. И, не знаю, мне кажется, что волш и все. Как спасти брак, ребят? Честно говоря, это очень сложно. Ну, сложно, непонятно, что у вас с браком, конечно. Но мне кажется, что если вы уже пытаетесь спасти, вы подумаете, что у вас вся жизнь впереди, нужно ли его спасать? Потому что, возможно, стоит отпустить ситуацию и пойти в другом направлении. Так, сейчас я почитаю, что у вас тут еще есть. Какой айфон? 11 Pro или один, не знаю, ну, 11-ый. Не знаю, у меня 11-ый и 512 гигабайт, которые закончились, и это пипец. У меня 50 тысяч фотографий и фотопленки. Вот. И 10 тысяч видео. Как найти ваш свадебный хэштег? Посмотрите, ботан на свадьба или семья Левда. Там есть какие-то свадебные фотки. Семья нижний слэш Левда. Ты когда-нибудь красила в рыжий или черный цвет? Я вообще ни разу не красила. Это мой натуральный цвет. Причем вот я сейчас снимаю без фильтра. Ну, обычно я снимаю, типа вот в таком фильтре я сейчас покажу. Вот, видите, получается такой более холодный цвет. А я бы хотела... Ну, вот эту желтюзну иногда мне, иногда хочется это все убрать. Но это, естественно, натуральный цвет. То есть, как бы я его никогда не красила на такой здесь пепельный получается. А вот к концу, они летом у меня выгорают. И какие-то вот желтоватые становятся такие золотистые. Никогда не красила волосы. Вот. Сколько платен за квартиру? Блин, очень дорого. Скажите, как собачка? Перевезли ее? Короче, нам сказала наша хозяйка, что в принципе она не против, если мы перевезем собаку, если мы переподпишем договор. У нас есть собака Бигль. Кто не знает. Вот. Мы переподпишем договор, обеспечим ее полноценной химчисткой всей квартиры, с химсредствами, со всеми делами. Потому что почему не пускают собак на съемные квартиры? Не потому, что они что-то подерут. По сути дела, если они что-то подерут, мы обязаны будем это восстановить. За счет того, что в ковре, в мебели, в ворсинке вот эти ферменты остаются у людей. Например, если вечера заеду в эту квартиру люди с аллергией, может начаться аллергия. Вот. Сейчас, секунду, я вас протру. Все протерла. Вот. Поэтому она, в принципе, не против. Но она говорит, я приеду в Россию только в феврале. И там в феврале можно будет ее перевезти. А по сути дела, с весны собака у нас живет сейчас еще с дядей, с папой Вовой в деревне. Вот. Ей там кайфово. Ей там раздолье. Вот. Поэтому. Подскажите, пожалуйста, у вас розыск находится в 8-м. У меня девочка Катринка Фэмили. Да, на Катринка Фэмили. Скорее всего, она вас заблокировала, если вы не можете на нее подписаться. Как ухаживать за волосами. Ой, девки. Я же вам рассказывала. Я пользуюсь корейской косметикой. Сейчас покажу. Вот последние мои уходы. Такой шампунь. Вот такой бальзам. Маска. Гель для душа. Бритва. Классный шампунь. Хорошо увлажняет. Единственное, он такой, знаете, супер безвредный. Там вот. Ну, с хорошим составом достаточно. И не очень хорошо промывает. Ну, то есть иногда хочется, особенно после того, как у меня была куча каких-нибудь укладочных средств на волосах. Хочется все это поскорее смыть. Вот, но не всегда хорошо промывает. Приходится два-три раза мыть голову, чтобы хорошо промыть. Особенно, если какие-то были укладочные средства. Кстати, вот она, наша красавица. Вот думаем, когда ее убирать. Ну, я тут, видно, мое лицо так. Сейчас попробую с фильтром снимать, так посимпатично. Тим, как дела? Мам, у нас тут нельзя чай. Не надо больше чая. У нас он, короче, чаепит. Он пьет чай утром, днем и вечером по несколько литров. Хорошо, что хоть без сахара. Вот. Потому что он просто вот так вот берет вот этот чайничек. Мы ему наливаем сюда чай. Вот так он себе наливает его в кружечку и пьет. Когда новая песня? Новая песня стоит уже на загрузке в iTunes. Мы же сейчас ждем обложку под нее. И скоро она выйдет. Будет называться «Ты мой, я твоя». А потом будет еще «Уходи». Артем, нравится, нравится, да? Да. Вот. А тебе, наверное, мне кажется, понравилось, когда я в караоке пела? Да нет, когда еще здесь. А, да? Короче, мы просто последний раз, когда были в караоке в Воронеже, я просто пришла туда со своим телефоном, со своими минусами и пела свои песни там. Для друзей. Промежутка. Для друзей, да. Мы арендовали весь зал и все наслаждались моим пьяным пением. А тебе, тебе понравилось? Все нравилось. Мы же просто все были под кондицией. Ладно. Сохраните этот эфир. Хорошо, сохраню результаты конкурса. Сегодня первый мой подводим результат и будет дарить денежки Сереже. Настоящий казах. Тимур, ты настоящий казах, понял? Все очень часто спрашивают, почему бы Тимур, он еще и блондин. Он родился брюнетом. Ну, как, блин, ну, темненький достаточно, такой русый, прям темный русый, с волосами, с темными. А потом он был и сел, и стал бондином. Мы все время ржем, что надо было его называть Елисеем, а не Тимуром. Вот. Хотя у Артема брат тоже в детстве был светлый, ну, светлый русый, да? Ну, он не такой светлый, как Тимур, но чуть-чуть. Вот. И потом стал темным. Так что... В каком районе мы живем? Мы живем в районе... Парка Филе. Парка Филе. Страница должна быть открыта для розыгрыша, да, не забудьте ее открыть, пожалуйста, потому что мы, чтобы для того, чтобы проверить лайки, на вас подписываемся в момент проверки. Вот. Так, включить вопросы. Что-то не пойму, почему они здесь не обновляются, вопросы. Может, так вниз надо листать? Сейчас полистаем. Какие у вас отношения со свекровью? Я обожаю всех своих мам. И маму Иру, это мама Артема, и свою маму. У нас потрясающие отношения с родителями, мы их очень любим, они нам очень помогают. И когда мы жили в Воронеже, они очень много времени проводили с нами и помогали с Тимуркой, потому что было много работы. Вот. Поэтому мы очень любим своих родителей. Так. Вот этот вопрос про губы, прям очень много вопросов. Почему убрали губы? Потому что, когда я улыбалась, у меня вот здесь образовалась такая сладкая. Вот представьте, вот так. Как курс. Вот примерно вот так. Потому что гель, который был хоть и в минимальном количестве, из-за того, что у меня очень мышечная губа тонкая, и нету мяса, куда можно было вколоть изначально. У меня гель ушел выше. Вот. Поэтому пришлось все убрать и заново переделывать буду, когда заживет вот этот синяк. Видите, синяк остался. Даже на губе. Значит, что это не опасно, и все убирается. Просто укольчик. Не на губе, да, а вот именно. Это не укольчик, а не один, а десять. Экзекуция просто. Это больно. Ударение правильно. Фили. Мы только были у нас крем. А моя как сказала? Фили? Да я сказал фили, а потом я сам себя избрал. Фили. Чем я занималась, на каком аккаунте будет проходить розыгрыш? Ребята, розыгрыш будет всегда проходить в наших сторисах. То есть, соответственно, если, например, я сегодня или там завтра подвожу итоги, я вам напишу в том, я сегодня подвожу итоги, ля-ля-ля, в сторис будет итоги. То есть, по сути дела, мы совершенно рандомно выбираем под любой фотографию, любому лайку еще, проверяем, чтобы он был подписан, проверяем, чтобы ставил лайки, соответственно, мне и моим друзьям. У нас всего 8 человек, и все, и пишем ему в директ, потом звоним, сообщаем, все это выкладываем в сторис. Чем мы занимались до блогерства? До блогерства я была юристом. Я работала в строительной фирме, сначала помощником юриста, потом юрист-консультом. Вот. И я закончила юрфак в Воронеже, в Воронежском государственном университете. Совершенно рандомно будет выбор победителя. Кто-то, может быть, выберет так, что он, например, заметит, что вот человек ему комментирует от всей души, пишет постоянно. Но это не значит, что нужно постоянно в директ писать под каждый сторис подпись. Классно, круто, вот это да, вау. Такое только раздражает. То есть какие-то такие комментарии, которые выходят в топ, человек пишет, комментирует. Может быть, просто что-то приятное. Ты там зайдешь в директ, а у тебя там переписка с 2016 года с ним. Естественно, тебе захочется подарить ему деньги, потому что там... Ну, не обязательно, конечно, быть подписанным так долго. У меня может выиграть человек, который там, не знаю, от казахов на меня подписался, вот. И как бы это вообще не проблема. У тебя что, у нас метис есть? У кого метис? А разве это ничего не значит? Так, что-то ты знаешь, Тима, белорусский, как относишься к его творчеству? Знаю, но никак не отношусь. Совершенно параллельно, так скажем. Историю создания ИГ я рассказала уже в начале эфира. Расскажите про детский сад Тимура. Ну, такое сейчас немножко мамское релическое отступление. Садик Тимура стоит 80 тысяч рублей в месяц. Самая фигня то, что он с 20 декабря не ходил в садик, потому что болел. Потом было 10 дней праздников, и в конце января мы улетаем на 10 дней отдыхать. И как бы в садике нет такого, что ты там можешь взять какую-то отсрочку оплаты, или там за праздники тебе что-то возмещают. Вообще похер уходишь, ты в сад не ходишь, все равно плачешь. Вот, но сад очень большой, очень крутой. Там трехэтажный, комната Монте-Сори, комната с паровозами, комната психолога, бассейн, музыка, танцы, актерское мастерство. В каждой группе у них собственный буфет, где их кормят, туалеты, отдельная зона со спальней. Потому что мы ходили, когда садик мы выбирали, очень много было, где в этой комнате играют, в этой комнате занимаются, в этой комнате едят, потом приносят какие-то кушетки, типа это кровати. И для меня это было прям недопустимо. Я хотела, чтобы ребенок ходил в большой такой сад. Вот, про сад Тимура рассказала. Так, сейчас следующие вопросики еще. Есть ли седые волосы? Да, на пипиське. Нет, меня пока нет, у Артема периодически встречаю. Есть специализация, юриспруденция, административное право. На какой фильм ходили последний раз? Сегодня ходили на Холодное сердце. Два с Тимуром. Так, сынок у нас очаровательный. В каком месяце у него дырек? Он, у нас рыбка. У него 15 марта день рождения, ему будет 3 года. Вы очень гармоничны. А когда ссоритесь или спорите, кто чаще уступает? Ну, наверное, я. Я просто молчу часто. Ну, не то, что молчу. Он, когда начинает орать, Артем, лучше уйти и помолчать. Но вообще, когда ругаемся или что-то пойдет не так, первым чаще всего подходит, как говорит Артем, ну и такой, типа, да ладно, все, перестань. My dudes. Мы не часто, мы если ругаемся, то долго не, такие не ходим, не дуемся. Конечно, осадочек остается. Вот. Но что поделать? Не без этого, мы же не идеальные. Но выкладывайте. Я не вижу смысла выкладывать сторис, там, типа, как мы поорались, или типа, мы поругались с Артемом. Он и не обидел. Потом через 15 минут мы помирились с Артемом. То есть, конечно, иногда видно по лицу, что мы поругались. Я тебе тогда, знаешь, это самое... Артем говорит, свободное отношение можно недельку замутить, как у Брайн, да? Я тебе тогда это самое, яйца в кольчугу посажу. Не, ну а что, они прикольно там тусят. Серега с мужиками, Сашка тоже с мужиками. Можно так же, только ты с девчонками, я тоже душе. Ладно, это на самом деле мы так шутим. Так, поехали бы в Форд Боярд. Что там у меня увидят? Ты, смотрим, покраснела, или ты загар еще не сходил? Я недавно сходил в Солярье на 4 минуты. У меня лицо сгорело. Вообще, я не ходил в Солярье, наверное, года 4 точно. Сходил на 4, а ждал я 25 минут, я не знаю, как такое может быть. Ну, он все придумал, ты придумал. Я посмотрела, всего 20 было. С учетом того, что мне нужно было два раза переодеться. В Форд Боярд бы сходили с удовольствием. С чего вы начали свой блогерский путь? Почему бы это, ну, вроде казахское. Почему казахское? Если у меня получится выгрузить все лайки с какой-нибудь фотографии, разыграть свои 100 тысяч рандомно, я попробую это сделать, но не все программы способны справиться там с 400 тысячами комментариев. Я последний раз в сутки выгружала 180 тысяч комментариев под одним постом. У меня было, чтобы рандомно провести розыгрыш. Не все программы справляются. Расскажи про съемки на РУ-ТВ. Тебе позвонили? Попозже расскажу. Ну, посмотрите на мое улыбающееся лицо. Ну, не совсем. Ну, почему не совсем? Мне позвонили и пригласили на запись программы. Пробную. Вот, это уже что-то значит. Это уже что-то значит. Я надеюсь. Я просто не хочу, ну, знаете, там распыляться. Типа, у меня позвонили. Или там говорится, что у меня снова это случилось лето. Вот пока я чего-то не добиваюсь, я не люблю про это рассказывать, потому что, ну, это как, ну, не то, что сглазить могут, ну, просто, чтобы не раньше времени себя не радовать. И, ну, не знаю. В общем, я пока держу с крестом пальчики и жду, когда, блин, что это за хрень включилась. Это мой фильтр, да? Сейчас, подождите. Так. Алина, я счастлива? Артем, я счастлива? Да. Со мной как можно быть не счастлива? Когда вас забрали в полицию? Вам было страшно? Нет. Да, блин, ну, мне было страшно, потому что этого алкоголика забирали уже в полицию один раз. У него была такая ситуация. Он что-то с друзьями отмечал еще, когда был молодым. Ой, извиняюсь. Какой алкоголик? Какой алкоголик? Вот так, я бы сказала. Артем, альфа-самец тебе пишет. Он альфа-самка. Я же сказала, что он моя лучшая подруга. Алина, ты же какого-то что-то. Ай, ты больно, уди. Угу. 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 Угу.